В связи с техническими проблемами я дублирую свое выступление на видео. Спасибо господину Коплану, спасибо господину Кикулу за приглашение на конференцию. Спасибо всем участникам, что вы собрались для решения очень важных вопросов для черкесского народа. И для судьбы постпутинской России. Надеюсь, что эта конференция станет событием, которое положит начало эффективному процессу освобождения Черкесии и создания, воссоздания черкесского государства. Для своей посильной помощи в этом процессе я позволю себе дать три совета, которые, на мой взгляд, очень важны сейчас в процессе борьбы за независимость вашей страны. Это чисто технологические советы, которые, на мой взгляд, являются универсальными, подходят для любого народа, который борется за свое освобождение на данном этапе этого процесса. Для любого народа, который поставил своей главной целью свободу. Поэтому мои советы это участникам конференции, руководителям платформ движений инициатив черкесов, которые направлены на достижение именно этой цели свободы. Первое предложение, это задача, которая перед вами стоит, которую нужно решить, это объединение черкесских движений, организаций, платформ, инициатив. Причем неорганизационное объединение. Я понимаю, что это невозможно, и вы понимаете, что это невозможно. Различные организации и объединения, они имеют различные идеологии, различных лидеров, это просто живые люди. И сейчас организационное объединение невозможно, и на этом не нужно зацикливаться вообще. Объединение может быть и должно быть чисто техническое, технологическое, ситуативное. Всех тех, для которых, повторяю, цель это освобождение. Это самое главное, что вас объединяет, и на этом нужно строить вот эту, условно говоря, объединение, координацию, как угодно это можно назвать. Важно, чтобы черкесы по максимуму были представлены всего одним телефоном, условно говоря, одним адресом, с кем будет говорить Европа, с кем будет говорить другие государства. Потому что, если их много, этих координат, понятно, что, а тем более, если у них между собой междоусобицы, то это, конечно, делает невозможным конкретную помощь и конкретное понимание черкесской проблемы. Этот человек, который будет координатором, он может быть постоянным, вы можете делать ротацию, неважно, важно, тут, возможно, путем является то, что даже один номер телефона просто будет передаваться по ротации, да, номер, адрес один тоже. Чтобы у черкесы тоже могли связываться, знали с кем, с одним, то есть независимо от своих политических убеждений, именно те, у которых цель свобода, и которые знают, что это телефон как раз тех координаторов, которые занимаются этим вопросом. Платформы движения, объединения, они как работали, как существовали, так и будут существовать. В соответствии со своими правилами, со своими идеологиями, со своими видениями будущей Черкесии. И это уже будет начало политической деятельности, политической деятельности вот этих всех движений, которые фактически становятся партиями политическими, которые будут бороться за власть в независимой Черкесии после проведения первых свободных выборов. Именно избиратели, именно черкесы определят, именно граждане определят, кто для них, какая платформа, которая тогда будет называться партией, такое движение, больше всего подходит конкретно к тому или другому Черкесу, он за них будет голосовать, вот таким образом определится, кто будет во власти в новом основе Черкесии. Именно такой путь покажет действительную авторитетность вот того или другого, лидера того или другого движения. А это, в свою очередь, заставит их работать с избирателями, со своими черкесами, которые находятся как в Черкесии, так и за пределами своей страны. Я прошу прощения, не обращайте внимания, это у нас тревога, у нас же война. А вооруженные силы с помощью противоракетной обороны Всевышнего, я уверен, что как всегда отобьют нападение возбуждено. Теперь, по поводу граждан Черкесии, вот это важно для лейтимации и самого процесса, и самих движений, и самого... Учитывая технические проблемы, которые возникли во время моего выступления онлайн, я дублирую свое выступление в видеозаписи. Добрый день, салам алейкум. Большое спасибо господину Коплану, господину Кику, всем организаторам, спасибо Турецкой Республике, спасибо всем участникам этой конференции, которая, я надеюсь, что будет не просто событием, а началом продуктивного процесса, и желая внести свой вклад в этот процесс, я хочу представить свое видение задач, основных задач, которые сейчас стоят перед Черкесским национальным движением. Я представлю не только задачи, но и свое видение решения проблем, которые родили эти задачи. Причем, мое видение, эти советы являются универсальными, они подходят не только к черкесам, которые борются за независимость, но и для любого народа Российской империи, которые хотят обрести свободу. Хотя, не скрою, эти вот и видения, и советы, они родились в процессе, в основном, в процессе, конечно, изучения проблем в Черкесском национальном движении. В результате разговоров с десятками ваших активистов, в результате бесед на черкесскую тему с представителями демократических стран, с представителями украинцев, которые так или иначе занимаются проблемой деколонизации России. Итак, первая задача, как я ее вижу, это объединение, необходимость объединения черкесских платформ, организаций, инициатив вокруг одной и единственной цели, освобождение черкесии. Вы все разные, движения разные, платформы разные, организации, разные лидеры, разное видение будущего черкесии, какая форма будет правления, какие взаимоотношения с соседями, какое это будет государство, форма его. Поэтому, если брать вот эти все проблемы, да, и пытаться решить сейчас, это практически невозможно. Организационное объединение тоже и по этим же причинам практически невозможно. Но если избавить вот одну цель, которая общая, она и так является, освобождение черкесии, то здесь тогда можно уже вырабатывать продуктивный рациональный алгоритм своей работы, своей деятельности по освобождению. В 30-х годах, насколько я помню, прошлого века, американского президента, ему посоветовали, по-моему, это была большая депрессия, значит, это был Рузвельт. Ему говорили о том, что нужно согласовывать действия по выходу из депрессии, по преодолению очень большого экономического кризиса, согласовывать свои действия, советоваться с Европой. На что он сказал, дайте мне номер телефона Европы, чтобы я мог согласовывать. А вы помните, тогда не было Европейского союза, не было вообще никаких объединенных организаций европейских. Вот эта тема, один телефон в Черкесии, один контакт, одна электронная почта, это важнейшая вещь. И вот вокруг этого, как раз это, вот это должно быть такой маленькой, но очень важной целью этого объединения, техническое, ситуативное объединение. Вы остаетесь, будете оставаться теми же организациями, что и сейчас есть. Будет у вас, никто не будет менять ваше видение, никто не будет давать вам решение, которое вы должны выполнять, кроме членов вашей организации, того, что вы будете принимать. Но контакт, демократические страны могут контактировать с вашим координатором, который будет один. Возможно, это будет ротация, это ваше дело, да, ротация, но важно, чтобы был один номер телефона, один адрес электронной почты. Это нужно только на этот период, до обретения независимости. В процессе этого периода, ваше движение будет работать точно так же, как работали, по тому же алгоритму, как у вас принято, но тут появится одно важное, важное дополнение, стимул. Эти организации уже своей деятельностью будут показывать свою эффективность. То есть тут не придется сидеть в стороне, можно, конечно, но дело в том, что эти движения, эти инициативы, эти организации, которые вы сейчас возглавляете, вы же понимаете, что в процессе обретения независимости и в процессе подготовки, естественно, к первым свободным выборам в Черкесии, они неминуемо должны превратиться в политические партии или в блоки политических партий. Если будет между вашими организациями совпадение по организационным вопросам и по идеологическим, по политическим поведениям в Черкесии. То есть фактически у вас, вы превратитесь в политические силы, которые будут бороться за власть в Черкесии. Да, потому что любая политическая партия, которая создается без цели прихода к власти, это не политическая партия, и это не политическая сила. И это нормально, если вы, у вас есть цель, и вы не просто ее пропагандируете, вы боретесь за ее реализацию, для того, чтобы она была реализована уже в Черкесии, вам нужно иметь власть. Поэтому черкесский народ будет смотреть, кто из вас наиболее эффективный с тем, чтобы именно вас, ваша политическая партия. Вторая задача. Это объединение черкесов вокруг идеи независимости, свободы Черкесии. Для того, чтобы это сделать эффективно, причем черкесов везде, и на территории исторической Черкесии. Да, я, кстати, когда говорю Черкесия, я понимаю, то, что касается нынешней территории России, это не только Корчаево-Черкесии, понимаете, а историческую Черкесию, то есть четыре субъекта, где компактно проживают черкесы, я имею в виду, в общем, земля черкесов, где они сейчас проживают. Поэтому это касается вот черкесов как на территории нынешней России, так и черкесов за рубежом. Необходимо будет, на мой взгляд, создать, и это технически сейчас абсолютно возможно, электронный реестр граждан свободной Черкесии. То есть, когда любой тот, кто считает себя гражданином будущей свободной Черкесии, он может войти в эту платформу, зарегистрироваться как гражданин свободной Черкесии. Причем здесь нужно понимать, что свобода, когда ты обретаешь свободу, ты начинаешь зависеть не только от своего народа, но и от окружающих, от соседей, от порядка, установленного в демократическом мире. И нужно понимать, что для того, чтобы тебя приняли в этом свободном мире, как свободную страну, конечно, должна быть свобода для всех там внутри. И для черкесов, и не для черкесов. То есть, граждане свободной Черкесии, это должен быть не только, на мой взгляд, не только этнический принцип. Это принцип регистрации тех людей, которые живут или хотят жить, допустим, далеко же не все черкесы в Черкесии, да? А те, кто сейчас живут не черкесы на территории исторической Черкесии, но если они считают, что будущая свободная Черкесия, это их родина, у них нет другой родины, несмотря на их национальность, этническую принадлежность, что это та единственная родина, для которой они готовы делать все, в том числе и защищать ее в случае необходимости. Этот реестр нужен будет уже сейчас вам для того, чтобы легко проводить референдумы, легко проводить выборы, в том числе и если вы подойдет, допустим, этап тому, что в будущем, не исключая даже до определения свободы, но, допустим, вы созреете к тому, чтобы, и будете готовы сделать организационное объединение, вот тогда уже можно будет привлекать к выборам объединенного, будем говорить, там, правительство и знаний парламентов и знаний выборов этого парламента черкесов, которые входят в этот реестр. Реестр, электронный реестр граждан государства Черкесия. Это, кстати, заставит руководителей движения, инициатив, платформ еще интенсивнее работать, потому что это будет уже идти работать на достижение свободы, достижение независимости, на реализацию тех целей, которые они в рамках своей платформы прокламируют, потому что это будет борьба за избирателей, за своих избирателей, уже во время и этих выборов электронных, и потом выборов в парламент свободы Черкесии. Третья задача – это объединение мирового сообщества вокруг идеи свободы Черкесии. Эта идея должна стать привлекательной для Вернера в Дюссельдорфе, для Поля в Марселе, для Майкла в Чикаго, потому что он увидит, что свободная Черкесия дает ему значительно больше спокойствия в его стране, чем она не свободна, чем сохраняется империя. Вот это, на мой взгляд, очень важно. То, что касается леитимной основы для обретения свободы, у Черкесии она есть, как и у всех других прообощенных народа России. Это декларация Организации Объединенных Наций 1960 года о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Она сработала в Африке, Азии, Латинской Америке, остался один вот ареал, это Северная Евразия, где народы, порабощенные Россией, имеют полное право и в соответствии с уставом ООН, и в соответствии с декларацией, и с другими декларациями ООН, допустим, покоренным народом, они имеют полное право определять свою судьбу. Дальше нужно вам уже сейчас налаживать дружеские отношения с соседями. С соседями, которые будут государствами, соседями будущей свободной Черкесии. Развал России и дезинтеграция ее, которая, на мой взгляд, неминуема для того, чтобы она прекратила быть империей, оно требует того, что вам для оптимизации этого пути нужно уже сейчас говорить с ними, садиться за стол, смотреть, какие проблемы есть, особенно по границам. Если их нет, великолепно. Если они есть, пытаться сейчас решить. Если сейчас не решается, оставить это вопрос и на потом подоговоримся с ними. На потом, на когда? Когда будут избраны законные парламенты Черкесии и страны соседа, с которой есть какая-то проблема территории. Потом решать. Сейчас, если ввязаться в эти проблемы, они не решаемы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова